Добрый день, здравствуйте. Базаева Елена Александровна, председатель правления землячества Алании ДНР, глава Остинской диаспоры, а также помощник-консультант депутата Народного совета ДНР. На данный момент проходят уже в течение 8 лет военные действия на территории ДНР. После подписания указа о признании ДНР никаких заметных улучшений практически сейчас не наблюдается. В данное время вот прям в эти часы получил ранение в лицо мирный житель в Петровском районе. Повреждены водонасосные станции тоже по Петровскому. Еленовку бомбят, Ясиноватая получает удары. Только что, опять же, по Горловке, так же само по инфраструктурам. Вот бомбежка была последняя. Ну, все то же самое. По поводу эвакуации. Со мной связались с Северной Осетии и предложили, чтобы детей могли направить в Осетию. У нас оставлены списки, переданы были туда. Потом нам объявили о том, что сейчас этим вопросом занимается оперштаб МЧС. Ну, так, по крайней мере, сказали мне соседи. Транспорта нет. Все дети сидят на практически вещах, то есть на чемоданах своих, и все уже готовы на выезд. Полностью у нас идут группы, получается, там дети с одним руководителем, либо же, если это многодетные мамы, то, значит, это несколько детей. Вот. В принципе, вывоз детей, ну, как бы мы хотели к тому, чтобы они хотя бы могли спокойно поспать, потому что это самые обстреливаемые районы, и им необходима именно была поддержка. Там возраст детей от годика до 17 лет. Все мужское население, включая общественную палату, включая депутатов Народного Совета, сейчас все полностью ушли на войну. Все находятся на призывных спунках, либо же уже даже на передовую отправлены. В городе только женщины. Движение очень маленькое, практически нет. Я сижу вот на площади Ленина, и позади меня Народный Совет, и вы видите, движения как такового практически нет. И там, где у нас всегда многолюдно, сейчас в основном все жители сидят по домам, стараются не сильно курсировать по городу, потому что, сами понимаете, сирены и все, это военное время. Насколько вы можете слышать вообще выстрелы, находясь в Донецке? Это правда, что это все настолько рядом? Полностью слышно, с любой точки. Я сама лично проживаю в Буденовском районе, это более безопасное место, считается более-менее тихо. Ну, всю ночь, весь день, гулкость такая, что даже вибрация дверей и окон идет. То есть, получается, это прилеты, которые идут вот на сторону южную, это Еленовки, как раз ближе, то, что к моему дому. Это все мы ощущаем полностью. У наших был приказ, мы не открывали огонь до последнего, пока только не подписали указ. После этого объявлена была жесткая 18 февраля эвакуация жителей, потому что настолько участились боевые действия и все полностью прилеты сюда, что невозможно было детей оставлять. Поэтому в данный момент всех, которых эвакуировали с территории Донецкой Народной Республики, это всего лишь буквально несколько категорий. Это дети, старики, женщины и инвалиды, мужчины, если они действительно инвалиды. Но с инвалидами даже у нас проблема возникает небольшая, потому что у нас, допустим, мне звонили по поводу инвалидов слепых. Но вы понимаете, что такое слепой человек, он и здесь не может пойти, получается, спуститься в бомбоубежище. Но если его привезти хоть в любое место на земном шаре, он также будет дезориентирован, и к нему надо каждому волонтеру. Это гуманитарная катастрофа сейчас просто-напросто, которая вот буквально, она 8 лет у нас, но это усугубилось, я бы так сказала, больше. А сколько планируется вывести детей и взрослых именно в Северную Осетию? Ну, первоначально, когда мы разговаривали с министром межнациональных отношений Аланом Багаевым, у нас было оговорено, что вроде Осетия отдала разрешение на 500 человек. В списках лично у меня находятся почти под 300 человек, и из них, я же говорю, где-то около 200 – это дети. Вы должны понимать просто, это идут классы, учебные классы, их преподаватель, допустим, либо же это детсадик идет, и их, допустим, воспитатель, либо же эвакуируем это семьи многодетные, где, допустим, мама и 8 детей или 4 ребенка, и это эвакуируется только прифронтовая вся зона, в большей степени. Я, ну, как бы взять на себя ответственность за то, что это будут семьи именно, я не могу, вы понимаете, это очень сильно ответственно. А так как с детьми мы с 14-го года вывозили, уже в Осетии неоднократно были, и я знаю условия, поэтому я и просила, как бы, посодействовать именно, чтобы наши дети вот эти попали. Дело в том, что наши дети, когда были в Томийске, с ними, ну, на тот период работали и в Урздоне реабилитологи осетинские, которые помогли детям очень сильно, многим. Некоторые из трех лет замолчали, они начали разговаривать, некоторые облысели, после возвращения у них начали очаговое, ну, прорастание волос, это на нервной почве все вот эти вот заболевания. Они, у нас ведь дети, ну, да, может быть, ну, дети войны, ну, как вам это еще все объяснять, это очень сильно тяжело. Спасибо вам, Елена, большое спасибо. Я сама эвакуироваться не буду. Я только стараюсь эвакуировать, чтобы именно эвакуацию уехали дети.